Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. Меня зовут Анастасия Панина. Здравствуйте! И вот о чем мы готовы рассказать вам сегодня. В Уфе начались массовые проверки кинотеатров и торговых центров. Проблемы обманутых дольщиков решит региональный оператор. Первые зрители оценили криминальную драму «И это все Роберт». Весна пришла, и по всему городу начался ямочный ремонт дорог. 28 марта в стране объявлен национальный траур по погибшим в Кемерове. Его просили объявить сами россияне, в числе которых немало знаменитостей. Они даже запустили в социальных сетях соответствующую акцию. Уфимцы тоже не остались в стороне. Чтобы выразить соболезнования близким погибших, они приносят цветы и игрушки к вечному огню в парке Якутова. В Кемерово я полететь не могу, но боль вот эту хотелось разделить. Когда горе общее, ее делишься, оно действительно, говорят, легче становится. Легче не стало. Такая трагедия сама мама. Сыну моему 7 лет, зовут его Марсель, вот поделился своими игрушками, попросила, так как предстояние здоровья не смог сам подойти. Деда, говорит, очень жалко, которые погибли. Да, мы хорошие. Все вместе скорбим, вместе с Кемерово. Это была ужасная трагедия. Нет предела человеческой алчности просто-напросто. Я понимаю, где-то что-то решается. Мы так привыкли, наверное, к сожалению, у себя в стране, но так не должно быть. Речь идет о человеческой безопасности, человеческих жизней. Тем более, столько детей. Желаю терпения родным, близким, тем, кому пришлось пережить такое горе. И не дай бог повторения. Никаких сигналов тревоги и запертые двери. После трагедии по всей стране начались проверки мест массового скопления людей. В Уфе представители прокуратуры совместно с пожарной службой осмотрели кинотеатры и торговые центры. Выяснять, какие нарушения найдены, а какие уже успели устранить. Сотрудники ТЦ отправилась наша съемочная группа. У вас двух сторон двери есть по проекту. Вы один дверь заложили, ну, закрыли, заблокировали торговым поведением. Надо будет его убрать. Проверяющие только пришли и сразу же первое нарушение. Причем на главном ходе торгового центра. В случае ЧП такой дверью воспользоваться не получится. Но это не единственный, на что обратил внимание пожарный инспектор. Вторые выходы закрываются на электромагнитный ключ. Они в случае сработки пожарной сигнализации откроются у нас? Ну, напряжение пропадает, открывается. Да, да, да. А, напряжение пропадает. А в случае сработки пожарной сигнализации? Нет. Как объяснил специалист, при таком раскладе пожарная сигнализация хоть и сработает, но дверь останется закрытой, пока здание не обесточат. За это время уже может случиться непоправимое. А вот этот выход хоть и широкий, но при большом количестве людей малоэффективен. Эта дверь у вас заужает, вот это потом пространство для эвакуации. Вот здесь вся столпа пойдет. Понимаете, да, вот вторую дверь откройте. Надо вот эту дверь перевесить в эту сторону. Кроме того, проверяющие решили поэкспериментировать и выйти из здания прямо с третьего этажа. Тот выход откроем и попробуем на улицу выйти полностью. А мы здесь прямо сразу и выйдем. Давайте попробуем. И действительно, снаружи есть лестница, по которой можно благополучно спуститься вниз. Но, как оказалось, людей при эвакуации может подстерегать опасность. Например, вот этот радиатор. Этой батареи надо будет утопить или же поднять от уровня пола на 2 метра 20 сантиметров. У нас получается метр пятьдесят. Я и почему. В случае эвакуации людей, люди могут головой сюда удариться. Инспекторы проверили и средства тушения пожара. Здесь все оказалось в порядке. Если, конечно, не обращать внимания на свежую пломбу пожарного шкафа и новые огнетушители. Наши намотаны неправильно. Огнетушители, они все новые с семнадцатого года. Да, все огнетушители у нас новые. Нет, это купили недавно. Приобрели. Также проверяющие обратили внимание на то, что планы эвакуации, размещенные в торговом центре, либо не по ГОСТу, либо неправильно ориентированы. В случае задымления смотрим на планы эвакуации. Мы знаем, да. Вы понимаете, да. Если у нас планы эвакуации находятся, значит, справа, значит, я должен знать, что у меня с левой стороны, значит, эвакуационный выход есть. А в данной ситуации у вас, вот мы находимся, точка, да, мы направо повернем, здесь должно быть зал, а у нас тут стена. Но правильный план все же нашелся. Видимо, кому-то повезет. Вот единственный нормальный сориентирован. Там еще тоже есть. По всем выявленным нарушениям немедленно должны принять меры. Таково распоряжение генпрокуратуры. Причем в отношении всех торговых центров города. А Ирих Елалов, в свою очередь, предложил после окончания проверок провести еще и тренировки по эвакуации. Только не надо мне эти показывающие тренировки, когда вы проводите 8-9 утра, когда никого нет. Вот самый час пик, когда забит торговый центр, тогда и надо проводить эвакуацию. Также мэр напомнил об ответственности руководителей торговых центров и социальных объектов. Администрация города будет подавать на вас прокуратуру и суд. Никого в этом плане в цели безопасности. Значит, соблюдение безопасности мы жалеть не будем никого. Включая наши социальные объекты, городские дворцы, культуры, школы. Будем надеяться, столь страшная трагедия не повторится. А после всех этих мероприятий ответственные лица не просто предоставят отчеты о проделанной работе, а действительно устранят нарушения. Тем самым сохранив жизнь и здоровье не только горожанам, но и в первую очередь себе и своим близким. Рустам Нурешев, Андрей Шарыгин, Городской телеканал ЮТВ. Дело уфимских дольщиков, видимо, сдвинулось с мертвой точки. В Кировском суде столицы на скамье подсудимых оказались председатели ЖСК Дуслык-Строй и директор одной из уфимских компаний. Сообщники продали квартиры в строящемся доме и сбежали на Кипр. Долгострой находится на перекрестке Кирова и Пархоменко. На 65 квартир они заключили 99 договоров. Имущество мошенников суд оценил в 347 миллионов рублей и наложил арест. Приговор – 4 года колонии общего режима. А вот решать проблемы всех обманутых дольщиков Башкирии теперь будет региональный оператор. Он создан по поручению главы республики. Региональный оператор – это ведомство, которое будет создавать паспорта проблемных объектов, рассчитывать необходимую сумму для завершения строительства, работать со страховыми компаниями по возмещению выплат, а также помогать пострадавшим. Мы будем оказывать содействие таким гражданам, будем подсказывать, по какому пути идти, чтобы правильный грамотный в дальнейшем предпринимать свои шаги. Мы, как госкомитет, как правительство, видим задачу, чтобы наш рекоператор, он именно анализировал ситуацию до конца, то есть понимал как бы наихудший вариант развития событий. Б, полностью собирал все исходные данные, и В, выносил предложение в госстроев правительства, муниципалитета. А как же мы должны решить эту проблему? Банкротство застройщика, смена застройщика, масштабный инвестиционный проект, либо это иная форма поддержки в виде привлечения инвестора, и он достраивает дома и получает замену земельные участки, на которых он получает уже свою прибыль и возмещает свои затраты. Напомним, раньше эту работу выполнял госкомстрой, как считают власти, появление регионального оператора – большой шаг на пути решения проблем. Сегодня в республике 33 недостроенных объекта и более 5,5 тысяч пострадавших. Сдать дома планируют в ближайшие 2-3 года. Графики по каждому из них обещали разместить на сайте Министерства строительства России до 5 апреля. Даваем, что находится региональный оператор в Уфе, на улице Ленина 5,3, через две недели заработает колл-центр. Сотрудники госкомитета по жилищному надзору выехали на проверку дома по улице Дмитриева. По их данным, многоэтажка содержится ненадлежащим образом. Однако никто из жителей не обращался с жалобами в комитет. Откуда же инспекция узнала о нарушениях, выяснял Рустам Нурешев. Мусорный контейнер стоит вплотную к дому, не огражден. Журналист «Электрогазеты» провел осмотр дома по улице Николая Дмитриева. Жильцы многоэтажки жаловались на запах в подвале, отсутствие ремонта и небезопасный лифт. Материалом заинтересовался и госкомитет по жилищному надзору. В случае подтверждения данной информации в отношении управляющей организации будет выдано предписание, а также будет рассмотрен вопрос о привлечении ее к административной ответственности. К приезду инспекции и нашей съемочной группы жизнь во дворе кипела. Живушники тщательно убирали территорию и даже привлекли к этому делу тяжелую технику. А мусорный бак, о котором говорилось в начале сюжета, благополучно переместили. Однако жильцы дома рассказали, что металлический контейнер телепортировался буквально перед нашим приездом. Вот видите, мусорник куда оттащили. Это только что оттащили. А он у меня вот здесь под окном стоит. Как вы думаете, это хорошо, это правильно? Они несколько дней уже убирают. Подготовились. Здесь сегодня невозможно было. Вот, зави, столько стуки дали. Несмотря на уборку придомовой территории, жильцы все равно недовольны. Слишком много накопилось проблем за последние годы. Дворников у нас нету, можно сказать. То придут, то уйдут. Так, пришли, поработали немножко, ушли. Двор плохо убирается. Уже много лет из подвала запах нечистот. Да, да. Начиная с оттепели и до поздней осени комары. Мы замучили всех комары. Отшло бывает ужасный запах. Сейчас, может быть, зима или все. Но вот как интересно, прям как нарочно, никакого запаха пока нет. Сотрудники госкомитета в присутствии представителей ЖЭО и управляющей компанией отправились на осмотр дома. В плохом состоянии действительно оказались как стены подъезда, так и лифт. Директор ЖЭО обещал, что его заменят, как только подойдет очередь. Данный дом стоит на капитальный ремонт по замене лифтового оборудования. Сейчас затрудняюсь, но он есть в списке, то есть на замену лифтового оборудования. Либо 2018, либо 2019 год. Зато, как только комиссия поднялась на несколько этажей выше, все почувствовали запах свежей краски. Невооруженным глазом видно, что здесь недавно освежили потолок и стены. Но всего несколько недель назад они выглядели по-другому. Это, как нам сказали, тут последствия пожара. Преинструкции не пострадали, потому что тут что-то везде все. Закончив осматривать этажи, все дружно отправились в подвал. Удивительно, но сегодня здесь было сухо и ничего не благоухало. Хотя следы прорывов в труб все же остались. А еще наше внимание привлекли вот эти трубы. Почему не заглушено? То есть здесь открыто, здесь открыто. Видимо, ремонт рабочего вложения забыли. Сославшись на забывчивость своих подчиненных, директор сразу дал вручение закрыть недочеты. Также он отметил, что в подъезде ремонт планируется. Но чтобы сделать его качественно, нужно поднять тариф на содержание дома. Сами понимаете, это же все за деньги делается. Проводилось собрание по повышению тарифа. На сегодняшний день там тариф содержания 18 рублей. Если проведут собрание и нагласное решение будет, хотя бы 67%, то мы этот ремонт произведем. К этому времени инспекция завершила проверку. И не безрезультатно. Проведенная проверка информации частично подтвердилась. В отношении управляющей организации будет выдано предписание на устранение этих нарушений. Только с начала года в госкомитет поступило около 4,5 тысяч обращений от жителей республики. Основная часть жалоб – ненадлежащая работа управляющих компаний и плохое содержание дома. Но бывает, что люди не знают, куда сообщить о проблемах своего дома, и поэтому прибегают к помощи средств массовой информации. Рустам Нурешев, Денис Селезнев, Городской телеканал ЮТВ. Зато россияне смогут платить за услуги ЖКХ без управляющей компании. Такой закон приняли депутаты Госдумы. То есть теперь на общем собрании жильцы могут принять решение заключить договоры на поставку воды, тепла и вовосмусора напрямую с ресурсоснабжающими организациями. Чтобы избежать двойных квитанций и об изменениях, нужно будет сообщить в Госжилнадзор. Ресурсники, в свою очередь, могут в одностороннем порядке расторгать договоры с управляющими компаниями при наличии большой задолженности. Закон будет вводиться поэтапно. Уфимцы увидели первые серии криминальной драмы. И это все Роберт, но это пока не премьера. Закрытые показы прошли для участников специально отобранных фокус-групп. Это новый формат для башкирской столицы. Что думают зрители, когда фильм выйдет на широкие экраны, расскажет Алина Гребешкова. В каждом человеке живет зверь. Мужчине, женщине. И это все Роберт впервые на широком экране. Спецэффекты, каскадерские трюки, взрывы и погони. Главному герою, простому учителю, нужно спасти больную дочь. Это первый уфимский многосерийный фильм в жанре криминальной драмы. Увидеть четыре серии задолго до премьеры смогли более 150 человек. Очень душевный фильм, по-моему. И физик постоянно изрекает какие-то интересные мудрые мысли. Сюжет очень оригинальный. Впервые смотрел такой сериал с таким сюжетом. Неожиданно то, что именно в Уфе сняли такой фильм. Хочется сказать большое спасибо авторам сценария, всей команде, которая сняла такой замечательный, интересный, реалистичный фильм. Спасибо большое. Показ для фокус-группы – это мировая практика, чтобы узнать мнение независимой аудитории. Такие исследования в Уфе еще не проводились. После бесплатных просмотров зрители заполнили анкеты и высказали свои предложения. Притормози немного. Нас-то точно не зацепит. Я направленную антенну сделал. Над многосерийным фильмом работала большая команда. Это сотрудники городского телеканала ЮТВ и продакшн-студии Рияза Исхакова. Съемки проходили в Башкортостане, Исландии и, конечно, в Уфе. Внимательные зрители нашли и нестыковки. Они как-то оказались на дороге по Карло Марксу, прямо на ЖД вокзал. И следующий кадр они уже на монументе ДПС-никих останавливают. Ну, так вот быть, наверное, что есть. Во-первых, как они? Просто так вот колесили по Уфе, что ли? На большом экране сериал впервые увидела и съемочная группа. Оператор-постановщик Рияз Исхалков признается – не сводил глаз с экрана. Экран меня тянет. Я больше слушал зрителя, как они реагировали, где они смеялись, где дыхание как бы останавливалось. Конечно, я слезы не слышал, но говорят, что люди плакали. Это приятно. Что вы хотели донести? Какая роль женщины, какая роль мужчины во всех этих событиях? Не рассказали еще полностью нашу историю. Понятно, что, ну, мне кажется, что нам не хватает каких-то еще женских ролей здесь. Но в любом случае какая-то магия отношений присутствует. Она как-то получилась. Участники фокус-группы пообщались с режиссером Андреем Линичем. Он рассказал, что в следующих сериях уфимцы также попадут в кадр. Например, запланированы съемки на симфонической ночи. Встреча со зрителями режиссер остался доволен. Мне показалось, что зрители восприняли нас достаточно тепло. Судя по их вопросам и реакции, и репликам, и то, что они не разбежались и просидели три часа на самом деле, я благодарен зрителям. И, в общем, мне кажется, что это хороший знак. Наоборот, даже хотелось смотреть больше, потому что хотелось узнать, что будет дальше. Еще пару серий можно посмотреть. Сейчас опять после чайку. Премьера сериала «Это все. Роберт» состоится в 2019 году на телеканале ЮТВ. Тогда зрители увидят все восемь серий. Работа продолжается. Съемки начнутся уже этим летом, пока готовится сценарий. А в апреле фильм отправится на международную выставку в Канны. Алина Гребешкова, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ. В Уфе уже начался весенний ремонт дорог. Пока заделывают ямы, уделяя особое внимание самым разбитым участкам. Такой ремонт планируют провести на всех основных улицах города. Это Менделеево, Гагарина, Бигбае, Уфимское шоссе, Шафиево, Комсомольское, Российское и другие. Сейчас дорожники применяют технологии инфракрасного обогрева и литого асфальта. Говорят, его можно использовать при низких температурах. Смесь застывает в течение 30-40 минут. Яму выпиливаем, получается, отдалкивают, потом производят сушку и производят укладку асфальта. Асфальт завода достигает температуры 180-10 градусов. В день это по 15-20 ям делаем. Но, как заверили в администрации, ямочный ремонт – это все же временная мера. Работы будут вестись преимущественно ночью. Также на оперативном совещании Рекелалов поручил оживить интерактивную карту ямочного ремонта дорог, которая в прошлом году уже доказала свою полезность. Да, мы знаем те участки, которые на салонах и трассах и магистралях уже разрушены. И надо проводить ямочный и карточный ремонт. Но, тем не менее, заведки наших уважаемых горожан должны четко отражаться на этой карте. И мы должны оперативно реагировать. Напомним, эта карта находится на сайте администрации. Именно на ней можно отметить ненавистную колдобину на вашем пути. А вот главный госавтоинспектор Башкирии подвел итоги недели. Сотрудниками ГИБДД зафиксировано более 21 тысячи нарушений. Задержано 317 нетрезвых водителей. Помимо этого, на дорогах республики погибло 5 человек и пострадало более 80. Далее обзор ДТП с камеру Фанет. Мы уже показывали ДТП с участием автомобиля группы быстрого реагирования на пересечении улиц Сурюпа и Кирова. Тогда, после столкновения, иномарку отбросило на пешехода. И вот еще одна авария с участием автомобиля пультовой охраны. Произошла она на пересечении Айской и 8 марта. Несмотря на то, что горит запрещающий сигнал светофора, Рено Дастер вылетает на перекресток. Там он сталкивается с белым седаном. Отметим, что на автомобиле ГБР горят проблесковые маячки желтого цвета. Но они не дают ему никакого преимущества. Возможно, водитель этого не знал, поэтому так смело и выехал на перекресток. А затем, что происходит на дорогах города в режиме онлайн, вы всегда можете проследить на сайте maps.ufanet.ru И о погоде синоптики решили нас немного успокоить и прогнозируют весну с температурой в пределах нормы. В апреле это 3,5 градусов выше нуля, в мае 10-14. Зато второй месяц весны может порадовать нас обильными осадками. Лето в этом году, кстати, тоже обещает жарким, но дождливым. Ну и сейчас о ближайшем будущем. 28 марта в Уфе. По данным Яндекс.Погода ночью минус 3, утром 2 градуса, днем 0 и к вечеру вновь около 3 ниже нуля. К тому же в среду в республику вновь придет средиземноморский циклон. Это значит мокрый снег, дождь, парыстый ветер и гололед. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин